здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня мы поговорим о том как сделать красивый маникюр дома все мы люди заняты для того чтобы посетить мастера нужно его сначала найти нужно к нему записаться заблаговременно нужно выбрать время и потратить его тогда когда именно обычно они принимают в рабочее время или вечернее когда неудобно а сами мы можем сделать маникюр тогда когда нам нравится для маникюра нам понадобится ультрафиолетовая лампа они сейчас есть в продаже различные они недорогие у меня вот на 36 ватт бывает на 18 но лучше на 36 эту лампу я заказывала на алиэкспрессе ссылочку могут поставить она что-то мне обошлась но это уже в прошлом году я заказывала она мне обошлась где-то 1300 и плюс нам понадобится базовый лак топ лак основа и основной цвет всего четыре флакончика и все вместе с лампой и с лаком и вот это еще даже жидкость для снятия гель-лака все это укладывается в сумму 2000 это посещение два раза посетить мастера это же все останется у вас и вы можете пользоваться этим вам хватит достаточно надолго но теперь приступим к самой работе для работы нам понадобятся самые обычные приборы которые есть у каждой женщины это пилочка ножнички маникюр маникюрные щипчики вот такая лопаточка для того чтобы обработать кутикулы ватные диски и гель-лак соответственно старый лак нужно убрать обработать ногти как вы обычно это делаете обычный маникюр косметический и потом уже приступим к покрытию лампы бывают разные вот у меня на 36 вольт здесь есть таймер на 120 минут если так нажать то она будет с таймером включаться так это одна бесконечность это надо смотреть если таймера нет то время придется засекать самостоятельно лайки лучше всего брать одной фирмы если вы взяли какого-то производителя базу и финиш что желательно чтобы той же фирмы было были и сами лаки вот этот лак я выбрала он достаточно прозрачный поэтому мне понадобится такая как сказать мат матовый тон ногти видите у меня далеко не идеальные поэтому приз при светлом лаки нужно наносить базу если лак выбираете темный какой-то матовый то можно обойтись одним лаком перед тем как начать работать ногти мы обработали обязательно их нужно обезжирить еще раз после обработки пилочкой немножко я их отшлифовала все из этого момента уже не трогаем их руками готовим лампу поближе поудобнее сначала наносится базовое покрытие она обычно бывает серебристого цвета а топовая золотистого финишная бывает написано что не финиш а топ это заключительное начинаем нанесение с базы обязательно нужно хорошо проработать вот эту часть чтобы закрыть ноготь тогда у вас будет дольше держаться ваше покрытие ноготь не будет расслаиваться и потом от наносим на весь ноготь тонким слоем хорошо прорабатываем всю поверхность и на две минуты включаем лампу ждем две минуты 2 минуты прошло теперь я наношу матовую базу точно также запечатывая краешек обязательно и отправляю в лампу выдерживаю еще две минуты после нанесения базы ноготь стал более такой толстый и матовый у него стало достаточно ровной поверхности теперь уже наносим основной лак с цветом точно также прорабатываем сначала запечатываем краешек потом уже прорабатываем непосредственно сам ноготь отправляем на две минуты в лампу сейчас цвет уже достаточно яркий если вам кажется что на покрытие тонкое то можно еще один слой нанести также выдержать две минуты и в конце наносим то финишное топовое покрытие точно таким же образом закрываем кончик ногтя на густое достаточно запечатываем край чтобы но хоть не расслаивался а потом уже наносим на весь ноготь если вы где-то смазали ничего страшного можно взять такую ватную палочку намочить в растворе и потерять край не всегда получается это с первого раза ну все приходит с опытом вот такой симпатичный ноготочек у меня получился средний указательный палец я буду делать лаком другой фирмы эти я выписывала тоже на алиэкспрессе это civil фирма тоже база и топовые а эти три сделаю одинаковые опять синими лет запечатываю краешек вот этот более прозрачный лап я его нанесу на два слоя каждый слой по 2 минуты просвечиваем где-то накосячила можно потерять пока до помещения в лампу не нравится мне этот цвет он достаточно бледный и рядом с синим он будет теряться я возьму другой 028 для себя я сделала вот такую палитру нанесла слои лака так как они должны наноситься базу и топовые и просветила в лампе здесь их можно увидеть как они будут на ногти смотреться это для себя очень удобно если он у вас один единственный то уже понятно что вы не сделаете такую процедуру сделаю я его поярче поверку блесточек этот бордо будет смотреться более эффектно есть такие лампы и в россии я смотрела есть интернет магазины которые продают вот эти все штуки но и лайки вот если взять четыре лака базовых и лампу обходится где-то три с половиной четыре тысячи такой набор и плюс еще доставка где-то порядка 800 900 рублей поэтому я решила заказать на алиэкспресс подождала полтора месяца зато у меня теперь достаточно экономно и сам маникюр обходится недорого то есть вот вот это вот все весь комплект можно уложиться в две тысячи ну и постепенно еще можно докупать какие-то отдельные лаки можно сразу выбрать есть там всякие стразики всякие бусинки это уже когда есть какой-то опыт так но эти три я буду делать одновременно потому что в лампу их три если этот палец неудобно то эти все три можно сделать одновременно вот такой маникюрчик у меня получился теперь осталось снять только липкость для этого мы берем еще один диск смачиваем жидкостью для снятия гель-лака и протираем не бойтесь никуда он не денется сейчас так слегка протираем все маникюрчик готов если липкость сохраняется можно просто сполоснуть прохладной водой без мыла без всего теперь как снять если где-то получилось неудачно но через две недели ногти начинают отрастать для снятия используем вот такие тоже на алиэкспрессе я заказывала эти специальные такие есть жестяные полосочки они уже подготовлены здесь в них ваточка здесь уплотнение наливаем сюда жидкости для снятия гель-лака и накладываем вот так на ноготь так это плотно все заворачиваем делаем такую куколку и ходим 10 минут через 10 минут это все снимаем аккуратно здесь все покрывается пузырями и вот такой лопаточкой вот так все аккуратно снимается здесь у меня простой лак кстати вот эти вот сейчас есть лаки которые с эффектом геля вот у них тоже здесь написано гель если нет времени или нет лампы то вот эти лаки тоже они достаточно долго держатся вот уже отросли две недели хорошо лежит только сверху я покрываю эмалью если через 10 минут не отошло одеваем обратно и ждем еще пять минут со снятием проблем никаких нет вторую руку мы делаем точно так же видите все очень просто быстро недорого вот тут кстати пока говорила уже лак сошел совсем недорого главное не бояться главное взять и сделать со временем приходит опыт все получается более аккуратно но зато без посещения салона ссылочку на приобретение я оставлю если кому-то интересно вот тут я ради интереса поиграла с цветами после топового покрытия нанесла один лак на другой независимо от марки наносила и такой лак поверх топа наносила такой лак и вот получились разные оттенки это к тому что производители говорят что нужно именно одной марки нормально все легло единственное что хотела бы сказать если первый раз делаете близко вот так краю подходить не надо сам базу нанести не доходя до кутикулы потому что когда ставите под лампу то лак немножко дает усадку и вот эти места чтобы они не цеплялись то лучше немножко не доходить ногти становятся потолще они достаточно прочные такого покрытия хватит на неделю на две недели я думаю поэтому я их немножко покоротила я не люблю когда сильно длинные ногти они меня раздражают вообще в принципе на длинных ногтях смотрится это гораздо симпатичнее но я часто работаю с землей с цветами по дому поэтому меня больше устраивает короткие ногти я конечно не претендую на звание мастера маникюра потому что с первого раза вполне по моему неплохо получилось это я к тому что можно вполне за бюджетные деньги иметь приличные руки постоянно если мы собираем такой набор лампу вместе со всеми лаками где-то в пределах трех тысяч то эти деньги обычно уходят на мастера маникюра за месяц этот тысячи двести полторы тысячи стоит нанесение потом двести рублей снятия потом корректировка и так далее короче за месяц около трех тысяч но во всяком случае по нашим ценам да и далеко не у всех есть возможность обращаться постоянно в салоны или к мастерам на дому это и время и деньги у кого-то просто нет возможности первый маникюр у меня держался две недели до тех пор пока не отросли ногти вот сейчас уже второй раз я сделала по-моему уже более-менее такое приличное качество и достаточно уже нормально получается держится очень хорошо дешево и сердито в салонах вот эта вся техника и вот эти прибабахи стоят достаточно дорого гораздо дешевле заказать их на алиэкспрессе правда придется подождать полтора-два месяца я вот лампу заказывала она пришла очень быстро буквально недели за три очень хорошо все было упаковано лаки все упаковано вот здесь даже я вот эти упаковки которые были в посылке вот я их просто в коробку из-под планшета приспособила вот так все было вырезано и здесь были лаки то есть ничего никуда не разбилось вот эти штучки для снятия лака я тоже заказывала там же получается гораздо дешевле единственное что нужно подождать если вы никогда не делали заказа на алиэкспрессе то у меня есть видео как сделать заказ а ссылки на те магазины и на тот раздел где продается вот эта вся атрибутика для ногтей всякие кисточки лаки вот такие подушечки для полировки ну в общем это все можно купить за копейки если вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с друзьями в социальных сетях не забудьте нажать колокольчик в правом верхнем углу чтобы не пропустить следующее видео а я на этом с вами прощаюсь и жду вас снова всем удачи а 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 я а а а а а а Продолжение следует...